здравствуйте друзья интересные вопросы у нас бывают в такой рубрике знаете вот я чем-то таким занимаюсь что не айти но вот я хотел бы там попасть соединенные штаты легально там ну как там по рабочей визе там еще по какой и вот дальше там идут разные варианты чем человек занимается и я какое-то время назад там пару дней буквально назад я рассказывал почему айти как бы очень специальная такая ниша для получения рабочей визы вот просто потому что можно не будучи там чем-то сильно выдающимся кем-то сильно выдающимся можно тем не менее приехать получить работу просто потому что соотношение спроса такое что вот просто нормальный человек может взять и сделать а в других областях надо сильно выделяться поэтому вопрос какой допустим вы работаете вот как товарищ который последний раз вопрошал вот из этой группы он говорит я вот в принципе заниматься когда-то айти но я сейчас занимаюсь менеджментом и это как бы понятно люди растут как бы да там начал там исполнителем потом поднялся потом может быть еще больше поднялся и у него там еще какой-то бизнес свой тоже есть там может быть даже айтишного плана и значит если ты хочешь приехать соединенные штаты как айти как менеджер какого-то уровня ну так будь такого уровня менеджера чтоб тебя можно было привести сюда как айти менеджер определенного уровня это страшно сложно по сравнению например с программистом программист пишет на каком-то языке там или группе языков он решает какие-то задачи и задачи вот этого же плана решают люди во всем мире пользуясь одним и тем же инструментарием и стремясь ну примерно там к одному и тому же уровню там я не знаю качество функциональности там и так далее плюс аутсорсинг offshore там туда сюда то есть вы можете жить в одной стране а реально работать на проектах там в других странах и как то соответствует когда речь от там менеджменте менеджмент в разных странах по-разному делается и по-разному понимается и если допустим в одних странах например менеджеры также который за все отвечает то в других странах менеджера чек который умеет организовать процесс поэтому таком в данном случае мы попадаем вот в эту самую разницу царте вот в менеджер там и и фактически у вас нет навыков для того, чтобы быть менеджером здесь. Поэтому, то есть, в общем случае, конкретный человек может иметь, но фишка в том, что если вы хотите приехать сюда как менеджер, ну так будьте таким менеджером, которого можно привести. Просто намного сложнее быть менеджером в IT, который может получить здесь работу, чем, например, программист или там системный администратор, или там тестер, который хочет получить работу. Вот вся разница. Ну просто, значит, надо быть намного лучше менеджером, чем, допустим, там были бы системным администратором или программистом, чтобы получить рабочую визу. Следующий момент, это бизнес. Значит, есть визы для людей, которые делают бизнес. Тут у тебя какой-то бизнес. Да пожалуйста. Есть виза там L1, например, да? Приезжаешь по визе L1, жена у тебя с визы L2 может пойти работать, зарабатывать на жизнь. Ты раскручиваешь бизнес. Ты можешь некоторое количество лет быть на этой визе. Ты можешь эту визу потом с этой визы сделать себе гринкард, работу и так далее. То есть, есть визы для людей в бизнесе, но понимаете, проблема в чем? Бывает, что человек не дотягивает. У него такой бизнес, который никак не, ну не такого класса и не такого уровня, и вот чтобы там вот это. Ну так, а что же делать? Ну вот есть государство. Государство говорит, мы хотим выдать гринкарты, приглашаем людей, которые могут вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И дальше человек говорит, ну а я вот, например, не соответствую. Ему говорят, ничего. Он говорит, но я тоже хочу. Я говорю, ну приведи себя в соответствии. А кто, кто должен, это самое, ну что, система должна, что ли, прогнуться под тех, кто не соответствует? Я, честно говоря, не вижу такой проблемы особо. Ну, если хочешь, там, значит, сделай, что для этого надо, и все. Ну, если хочешь. Конечно, еще раз, я повторяюсь, но я говорил несколько раз, что всякая система стремится к минимальному расходу энергии, да? Значит, к минимуму потенциальной энергии. Вот, значит, если мы хотим достичь цели, то из всех возможных способов мы хотим использовать тот натурально, как биологические существа, который дает, который результат с минимальным расходом энергии. С минимальным расходом энергии, делая то, что вы делаете. Вот, если бы меня сейчас взяли бы и куда-нибудь вот, ну, конечно, так, чтобы ничего не делать. Вот так же, как мы когда-то приезжали и там думали, вот, найди какую-нибудь работу, где требуется знание русского языка. Понимаете, минимальный расход энергии. Работа есть, а делать ничего не надо для этого, чтобы она появилась. Не надо соответствовать, там, лицензии сдавать, язык учить, там, еще что-то. Ну, конечно, мечта. Но, ну, нет так нет, значит, подучили язык, получили профессию, походили туда, походили сюда, разобрались и поехали. То есть, что я хочу сказать. Значит, может оказаться, что минимальный вариант с минимальным расходом энергии, это не результат с нулевым расходом энергии. То есть, может быть, значит, с каким-то другим расходом энергии. Я вам скажу, а почему, например, допустим, инженер-механик, почему ему намного сложнее приехать, чем, допустим, инженеру, там, я не знаю, программисту какому. Ну, вот рынок такой, ну, соотношение такое. Ну, не хочешь, не приезжай. Хочешь приехать, ну, значит, соответствуй, выбери путь, который тебе ведет к соответствию. И, соответственно, так что это все достижимо. Тем более, если человек уже занимался IT, а сейчас он там, допустим, на менеджерской позиции, ну, значит, наверное, ему не так сложно будет там опуститься на какой-то уровень, немножко там подучить, что он там не подучил. И там дальше. Я не знаю, но если не хочется, так не хочется. Если влом, значит, влом. Так что, конечно, вот, я вспоминаю там из физики, это потенциальная яма. Если ты сидишь в потенциальной яме, у тебя нет достаточного уровня энергии, чтобы вырваться из потенциальной ямы. Ну, так и сидишь там. Что же? Обычное дело. Много людей, которые говорят, я бы хотел, у них в итоге ничего не будет. Я несколько раз ссылался на опрос там общественного мнения, который был сделан в сентябре уже позапрошлого года. В России там 40, там сколько-то процентов людей в возрасте от 18 до 25 лет сказали, что хотели бы эмигрировать. Но это же не значит, что они готовы пальцем пошевелить ради этого. Они, в принципе, хотели. Вот если бы ангел какой-нибудь прилетел, там взял их за белые руки и отвез куда-нибудь. И чтоб ему там же и квартиру дали сразу, там, собственность бесплатную, и чтобы работу хорошую, и там все дела. И он бы только сказал, ну ладно, хрен с вами уже уговорили. Понимаете, это другой рассказ. А так, чтобы пойти, что-то сделать и язык выучить. Так, ну в принципе, хотелось. Ну да. Поэтому дорогу осилить тот, кто по ней идет. И это не такая дорога, где нужно каким-то колоссальным потенциалом обладать, но надо идти по ней. И в этой дороге есть много всяких ниш. И широкий там спектр, да, начиная там от семейной эмиграции, там, я не знаю, там, через учебные заведения получения образования, политического убежища, и там за таланты особые. Вот есть такая грин карта, которую выдают людям, ну, по-своему там, скажем, выдающимся, критерии выдающности с СТ, они как бы очень разные. Это может быть, например, кандидат наук, да, он там показывает, что у него есть публикации, там, несколько писем от американских коллег, которые говорят, что он классный чувак. Пожалуйста, вот те грин карты. Я знаю несколько людей, которые вот по такой грин карте приезжали. Довольно быстро им оформляли. Поэтому, ну, и поэты были такие, и ученые разные, там, и спортсмены, и так далее. Самые разные люди. Поэтому, ну, смотрите, есть много-много-много всяких способов. Поэтому все делается, если есть желание. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!